Всем привет! Всем доброе утро! Да, всем доброе утро! Сегодняшнее видео будет просто здесь вяжено на уборку. У меня завтра праздник, день рождения. Из-за карантина как бы никто не придет. Ну, возможно, папа придет. Но, тем не менее, я хочу везде убраться, чтобы завтра ходить в такая везде. Смотреть, чтобы было чистенько и наслаждаться. И не думать, что где-то что-то лежит. Я... Бесит меня, в общем, беспорядок. Сегодня я буду делать такой быстрый порядок во всей квартире полностью. Заключаться он будет в том, чтобы разобрать все вещи на свои места. Попылесосить, пылю вытереть, полы помыть. Ну, чтобы визуально было чисто и ни на что не заострялся взгляд. Ну, а кто новенький на моем канале, добро пожаловать! Меня зовут Юля. Обычно я снимаю просто влоги. Но иногда и уборку меня это радует, мотивирует. На снятие видео мотивирует вас. Я вижу, что это заходит, поэтому рада стараться. Всем приятного просмотра! В первую очередь я разберу огромную сушилку. Здесь у нас три стирки. Стирала я заранее, чтобы все у меня высохло и все убрать по своему снятию. В этом мне будет помогать Димон, помощник. Да? Да. Хочешь помогать? Да. Я, как всегда, буду слаживать туда твои вещи, а ты их относишься к вам. Окей? А, я буду тоже. Нет, тут не надо доставать. Я тебе буду на кровать кидать, а ты их будешь относишься. Ну, ты прям руки меня кидаешь. Ну, Дим, тут еще и будет урона, поэтому... Давай, носи по чуть-чуть. Ну, все, Дим. У нас война! Война! Война вещами. Ага, ты должна кидать, я нажму и идем за война. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а когда младшенькие наши дома, нужно и про них не забывать. Поэтому мы сейчас чуточку поиграемся, и я продолжу. Да? Да. Я ему сегодня обещала поиграться, но так как ему скоро спать, вот, и время игр. Кстати, вот вам лайфхак, я взяла маленькую коробочку и теперь сюда слаживаю все детальки от лего-человечков, это оружие и лего-человечки. Но так как он играется у меня в основном имя, ну и там, например, драконами, то вот эти все маленькие детальки, как человечки и оружие, удобнее хранить в коробочке. Сложил все, закрыл, и нету вечной проблемы, знаете, мама, где мой меч, мама, где мой топор, а где мой человечек? Сейчас Дима у меня пока уснул, я решила сделать перерывный кофеек. Сделала себе капучино, это Nescafe, в общем, такой порошочек, он растворяется, очень быстрый вариант, но я уже третий день его пью, кофе не пью, а пью именно капучино. Вкусненько, пока нормально, пока организм кофе не требует, и оно без сахара мне нравится, очень даже вкусно и красиво. Не хватает красивой чашечки, а то это обычный стакан. А еще я сегодня узнала, что папа завтра не приедет, скорее всего заедет утром, вечером нет. Ну, с одной стороны, вроде грустно, а с другой стороны, прекрасно, и готовить не надо, ужин обычный приготовлю, и все. Ладно, не буду я шуметь, а то у меня Димка очень плохо спит, и если он услышит, что я здесь разговариваю, проснется и больше спать не будет. Я обычно в это время сижу тихонечко, или в ноутбуке тыкаю, или в телефоне, или там что-то читаю. Ну, как-то так. Пообежала я тыть кофе. Идеальное завершение продуктивного дня. И в качестве поощрения у меня будет бомбочка. Я редко их покупаю, потому что, ну, реально, на самом деле дорого стоит. Вот такая фигнюшка стоит 60 гривен. Так это не в дорогом магазине, а в дорогом, и по 200, и по 300, и слишком круто, как для купания. Но это так прикольно. Конечно, девочки, хочу признаться, у меня не каждый день так. А точнее, никогда. Скорее всего, это просто бутафория свечи, я жгу. Ну, жгу, ну, не так часто, особенно, когда купаюсь. Клубничка просто для красоты. Ну, когда мы еще себе можем устроить праздник, правильно? Если не для фото, значит, для хорошего кадра. Так что, всем хорошего дня и до завтра. Всем пока!